Девушки отдыхают Если кто-то считает, что мы спиздили это с ТНТ, идите нахуй, бля, мы сами это придумали Моложе выглядишь? Это самая большая площадка, даже в самые низкие времена моей карьеры, бля У нас сегодня в гостях диджей Ачил, давайте поаплодируем, Ачил, идем к нам И у нас сегодня дуэт Вячеслав Евгеньевич, Вячеслав Балаян и Максим Пап У вас есть какие-нибудь предпочтения, что с нами сделать? Нет, а сразу так говорить? Да, если хочешь, можешь говорить Охуй, отлично Так, и теперь еще люди, которые тоже, блядь, у которых жизнь пошла по пизде, блядь У нас тут сегодня Тарас Косымбаров, амбассадор Ей, у нас там Александр По И у нас там замечательная девушка Оселя, выходи Первый у нас начнет нашу прожарку Александр По Оселя Идоятова, комики, наши мои коллеги на сегодня, давайте поаплодируем ей Красавица, умница, Оселя сегодня специально для этого шоу отложила самоубийство еще на два дня Ребята, это очень круто на самом деле, да Тарас Косымбаров Тарас Косымбаров, да Тарас Косымбаров купил свое имя и фамилию на распродаже в секонд-хенде В разделе матрасов и копейбар Так, переходим к нашим гостям непосредственно Вячеслав Балаян Да, 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 да Это чтобы он себя уютнее чувствовал, да Спасибо Слава прошел кастинг когда-то очень давно, вы этого не знали Но Слава прошел кастинг в заставку игры «Что, где, когда» Да, господин ведущий Но Сова оказалась сильнее, ребята, да Так, движемся дальше Его напарник Максим Евгенич Пак Да, 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 да На самом деле, на самом деле крутейший хирург-онколог, ребята Это прям очень круто, да Максим однажды спас жизнь Славе Балаяну тем, что пошел не по профессии С тех пор Слава водит его с собой как напоминание о раке слезных желез Да, так, в дуэте Вячеслав Евгеньевич один член на двоих, если вы не знали Ну, собственно, как и в любом дуэте, где есть кореец, да Кстати, ребят, дуэт Вячеслав Евгеньевич – это единственные сказочные персонажи, которые не попали в Братство Кольца Вместо них взяли еще двух таких же нахуй никому не нужных юных хоббитов Вячеслав Евгеньевич, согласитесь, как будто бы не хватает фамилии, да, здесь? Ребят, я вам предлагаю взять в дуэт еще одного такого же неполноценного, как вы Чтобы быть, смотрите, Вячеслав Евгеньевич Кучмар Звучит? Разъебем мир Это вряд ли Диджей Ачил – это один из самых известных диджеев Ташкента Ребята, давайте уважим человека сейчас вместе со мной на 3-4 исполняем, вместе споем главный хит диджея Ачила Итак, 3-4 Мп3 Нептаус, да, вот это вот? Классно Хуета полнейшая, конечно, да Если бы диджей Ачил был бы доктором в Америке, он был бы др-ачил Диджей Ачил закончил музыкальную школу с отличием Между прочим С огромнейшим отличием от нормальных музыкантов Всем давали красные дипломы, ему дали бутерброд и похлопали по плечу Диджей Ачил и диджей Белла – это единственные диджеи Ташкента, сделавшие карьеру на своих огромных сиськах Диджей Ачил Мантум Ачил Любимый сет диджея Ачила – это 5 по 45 из KFC И когда диджей Ачил напивается, что происходит сейчас, он превращается в Вячеслава Евгенья Круг замкнулся, все у меня все, всем спасибо Я, наверное, специально не готовил ответы на шутки, потому что я в юморе не очень Но, наверное, после сегодняшнего стендапа я понял, что я все-таки очень Аселя, давайте поаплодируем Девочка, надо бурно аплодировать Даниэл заключил сделку с дьяволом За каждую несмешную шутку дьявол забирал у него волос Даниэл женился, чтобы увеличить свою фан-базу на одного человека Но стало на одного человека меньше Тарас похож на человека, который в церкви изгоняет из себя антитела Тарас работал массажистом, но ушел с работы, когда узнал, что его коллегам платят Но со стендапа почему-то не уходит Тарас похож на человека, у которого там лошадь к дереву привязана Тараса обвинили в плагиате Ивана Дорна, он тоже давно не популярен Тарас очень любит деньги, он за деньги может сделать что угодно, только не шутить смешно Он хотел стать олигархом, но стал олигофреном Александр Бо Вообще, если Александр 31, то мне 8 Иногда Александр проглатывает слова во время разговора, потому что ему необходимо всегда что-то глотать Александр каждый раз молится перед едой со словами Спасибо, Господи Боже, что не приходится ни с кем делиться Жена Александра спит под наклоном, потому что он кровать перевешивает Нет ощущения, что Александр по съел продолжение своей фамилии Чтобы не бояться, я хотела представить всех голыми, но здесь Александр, поэтому мне страшно Вячеслав Ипохондрик, он вечно ищет в себе болезни, а лучше бы нашел себе нормальную работу Вячеслав в постели по привычке называет свою жену Максимом Его жена тоже так его называет Вячеслав был главным мотиватором в команде КВН, потому что на него смотрели и думали Нет, ну если он смог, то я точно срок Вячеслав вечно ищет в себе болезни, это правильно, невозможно же так только из-за спида выглядеть Максим Ким А какая разница? Я думала всем плевать Максим, это же за вас, а мбент распался Главный фанат, короче Максим ведущий и в прошлом хирург, поэтому каждый опирается начинал с конкурса, типа угадай, что вырежу Максим такой хирург, который удивляет, если пациент остается жив Максим хирург в прошлом, потому что когда щурился, не видел, что надо оперировать Кстати, ваш дуэт, как спонжбоп и патрик, тоже где-то над ней обитаете Диджей Ачил делает ремиксы на узбекские композиции, пример того, как сделать плохое еще хуже Ачил биологическое оружие, из-за его музыки люди стареют на 10 лет Ачила иногда не пускают в клуб, потому что думают, что чей-то отец пришел забрать сына Ачилу любовь к музыке привил Моцарт, когда они вместе учились в консерватории На одном из интервью он признался, что не считает себя диджеем номер один, как будто кто-то так считает Ачил считает, что клубная жизнь в Ташкенте умерла, но, конечно, она умерла, когда тебе 50 Диджея Ачилу после выступления по привычке цветы дарят Когда нужно срочно эвакуировать людей из здания, говорят, сейчас выступает Диджея Ачил Но это все шутки, Диджея Ачил успешный человек, недавно он собрал солд-аут в доме престарелых Ты готов? Абсолютно Тарас Кашымбаров, давайте громко Добрый вечер всем, всех рад видеть Сегодня у нас замечательные комики Ведущий Данил Мусаэлов Посмотрите на бороду Данила Мусаэлова Он не зря за ней не ухаживает На самом деле Даня защитник животных В его бороде каждую зиму ебутся белки Следующий комик Сашка По Вот посмотрите на Саня, вот так выглядел бы Хагрит, если бы вел свадьбы Саня похож на батюшку, который спиздил куличи в церкви И за это сатана клеймил его рыжими волосами Недавно Саня вел детское мероприятие Там все очень хорошо шло Саня просто подошел к маленькому ребенку Но ничего страшного, он его просто обнюхал И ушел к себе обратно в клетку У нас есть традиция Среди комиков есть такой прикол Мы придумываем имена нашим членам Например, у Асели Например, у Асели Туркмен Баши Хочу обратиться к нашим прекрасным сегодняшним гостям Ребята, ребят, сегодня у вас особенный день Сегодня вас обосрут профессиональные комики А не как обычно сестра жениха Ну что ж, гостям Диджей Ачил Он давно на сцене Диджей Ачил очень давно выступает И ему часто задают вопрос Ачил, вот ты 10 лет выступаешь И вот это все Слава, деньги, женщины, чистая одежда Как ты обходишься без всего этого? Посмотрите внимательно на внешность диджея Ачила Но это же Пабло Эскобар без усов Без усов, без кокаина, без денег Без авторитета Так, ребята, Вячеслав Евгеньевич Ребят, давайте им поаплодируем Офигенный дуэт Хоть здесь им, блядь, поаплодируют Дело в том, что их давно забыли А раньше их нахуй никто не знал, блядь На самом деле, Вячеслав Евгеньевич Их многое связывает Они очень много работали вместе Но если на них посмотреть, кажется Что их связывает только то, что они за гаражами Делают друг другу голландский штурвал Мне кажется, что если Славик напьется Он превратится в такого парня Через полчаса после пьянки Который говорит Ты кто нахуй такой? Вот я чемпион высшей лиги КВН И всем похуй Потом он выпивает еще немного И уже такой Кто нахуй дудук придумал? Я нахуй дудук придумал Есть секрет про Славика Каждое полнолуние Славик покрывается шерстью У него вырастают золотые клыки И он идет на Кадышева работать валютчиком В кожаном пиджаке Обязательно Макс Пак Макс Пак Ебать звезда сегодня Макс Пак звучит как какая-то хуйня с Алиэкспресс Типа накладная резиновая жопа Окей На самом деле Макс Пак Немножко похож на официанта из караоке Вот это знаете Интеллигентный Подтянутый Приятный Но если надо Может и проституток пробить Не, ну если серьезно Талантливый ведущий Умный человек КВНщик Юморист Все это Макс Пак знает про Пашу Кима А кто это? Я потом расскажу Посмотрите на наших гостей Они взрослые люди Какая экзистенциальная боль в их глазах Они похожи на оргию все вместе На которую телка не приехала Все, ребят, у меня все Пока Кстати, мало кто знает Что диджей Ачил во время своего выступления В наушниках слушает нормальную музыку У вас есть что-нибудь нам сказать в ответ? Махаться будем сразу Вот он написал, блин Ну давай Идем Ну давайте так Для разогревчика поговорим сейчас О чем-то неважном, ненужном Ну про Ачила Карьерная жизнь Ачила делится на три части Диджей Не диджей Диджей Ачил очень плохо танцует И это странно Ему особо ничего не мешает Я понял, почему меня позвали Юль, улыбайся Это просто шутки Не нужно критиковать Ачил почему-то постоянно переживает Из своего лишнего веса Как будто у него с ебалом все нормально Всю жизнь член Ачила играет с ним в одну и ту же игру Прятки Ачил не болел коронавирусом И это непонятно Точнее это понятно Он одно большое антитело Если бы Ачил снимался в порно То он был бы в категории Какие? Какой? Большие сиськи Если бы Ачил был бы хакимом города Ташкент Да хуй он был бы Нет, на самом деле все то, что мы сказали сейчас про Ачил, это конечно же не правда Это истина Спасибо Прямо сейчас, друзья, я хотел бы пригласить микрофон на человека Который полностью соответствует уровню наших уважаемых комиков Это такая смесь Александра Пом Те, кто просто любит поржать Приходите, пейте пиво Смейтесь Оскорбляйте друг друга Как я оскорбляю Евгеньевича Обсирайте, я вам сейчас покажу, что такое обсирать Так, нет, вообще, подожди Да не очкуй ты так, чего ты боишься Да, кстати, подождите Я каждого из них буду представлять Мы же все в алкогольном магазине, правильно? Чего молчите, бля? Я здесь король, бля Короче, каждого буду представлять, как алкоголь Начнем с самого вот этого рыжего, бля Александр Пом Ну это чистая бормотуха, бля А если что, в бороде покопаться, бля Можно закусь какой-то найти, бля Мусанди, Мусаэлов, Даниэль, да, бля Туркменский коньяк, нахуй Непонятно, существует или не существует Ну всем в целом похуй до него, бля Татарас Касымбаров Ты, да? Не дрожи Ты как разливное пиво, бля Фильтрованное и нудное пиздец И все зависит от компании, бля Если русские сидят, то он русское пиво, бля Если украинцы сидят, то украинское, бля Но я тебе так скажу, с корейцами у тебя хучу получится, бля Так, ну че у нас кто? Оселечка, роднулечка Она как это, как вино Которое, вино, которое хранят до особого случая А может и не сохранят, бля Может найдется какой-нибудь штопор, бля Так, ну и че у нас? Отчил, роднуля мой, отчиллюха Отчил 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 это у нас чисто виски Ред лейбл, бля Ред лейбл уже есть? Все думают, что это пиздец какой виски А на самом деле это хуйня полная, бля Спасибо Что ж друзья, прожарка состоялась Мы думали будет жестче А надо было, чтобы было жестче А так в целом все хорошо В целом все хуйня, конечно Все, ну так все, бля Колбоевы Б**ть Есткост ниггаз и 6-4с Хиттин свитч Схит 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 Схит